Ну, летом там жарко, я вообще туда, в Египет, никому летом не рекомендую ехать. А есть климат помягче, например, наше Черное море, оно значительно более мягкое, чем Египет. Что касается переворотов в Египте, да, это не первые, и это, к сожалению, те последствия арабской весны, которую навязала под аплодисменты США арабскому миру. Я думаю, что это не последнее разочарование в революции арабской весны. Ведь США сначала делает, потом только за голову хватается, что натворили. Это просто слова кажутся такими простыми, а там каждый переворот сопровождается сотнями жертв, десятками изнасилований. И это противостояние, это когда приходят радикальные исламисты, их меняет менее радикальное, более светско настроенное правительство. Конечно, с одной стороны, только кажется, что радикалов сменили светские люди. На самом деле, это просто война людей, которые чем-то не удовлетворены. При Мубараке все-таки был достигнут некий баланс интересов разных групп населения. На Прямом Бараке была другая история. Люди десятилетиями не могли вырваться из того социального статуса, в котором они находились. Сын сапожника становился обязательно сапожником, сын учителя учителем. И я думаю, что именно поэтому Мубарак как штукатурка отвалился просто, потому что он не общался со своим народом, не знал нужды чаяния простого человека. Что касается наших туристов, я вчера со своим знакомым товарищем беседовал, у него мама с ребенком там в Египте находится. Он, конечно, обеспокоен и опечален. Я понимаю сейчас состояние родственников, которые здесь в России, а там в Египте революция. Революция всегда сопровождается мародерством, анархией, безвластием. И если сейчас мы это наблюдаем только в Каире, то я не исключаю, что это может перехлестнуться и на другие города. Ну, Египет, индустрия египетская, туристическая, это, конечно, важная вообще часть экономики Египта. Поэтому правительство страны, я думаю, будет делать все возможное, чтобы туристы не пострадали. Поскольку все иностранные граждане, которые до этого подвергались каким-то нападениям, это все-таки были журналисты, которые были в гуще толпы. Я очень рассчитываю, что дальше этого не пойдет, а все-таки нашим туристам рекомендую пока воздержаться. Но я думаю, что поток все равно не ослаблен. Дешево, вкусно, сердито, Красное море очень красивое, поэтому сейчас полуляжется немножечко и к осени возобновится поток.